здравствуйте уважаемые зрители тема очередного выпуска новостей мировой недвижимости и иммиграции от прян во многом схожи с теми что были в центре внимания на прошлой неделе беспокойство мвф из-за цен в европе вероятные изменения в программе гражданство после выборов в турции но главные новости опять с небольшого острова в средиземном море власти кипра как мы и говорили неделю назад оперативно в первый рабочий день мая опубликовали изменения в правилах получения постоянного вида нажительства через инвестиции схемы 62 изначально казалось что все возможные перемены исключительно худшему но нет вот и начнем с хорошего вместе с экспертом мы коротко пробежались по главным пунктам самым положительным пожалуй является сам факт изменений который подтверждает что программа продолжает действовать и я думаю что в сложившейся ситуации в наших сегодняшних обстоятельствах этот факт является самым положительным второй момент это то что объем инвестиций остался неизменным мы с вами продолжаем говорить о сумме инвестиций в размере 300 тысяч плюс ндс когда мы видим что в других странах происходит увеличение порога инвестиций тот факт что у нас остались те же инвестиции является действительно положительным я думаю еще очень важным является то что дети до 25 лет могут участвовать в программе к примеру когда только что в газе когда только в газетах напечатали информацию об этих изменениях было непонятно дети до 18 лет дети до 25 лет сейчас точно прописано что дети до 25 лет если они являются студентами и не состоят в браке они могут участвовать в программе еще бы я отметила тот факт что в по крайней мере в описании программы написано что заявление будут рассматриваться в течение двух месяцев к примеру последний год срок рассмотрения заявлений составлял как минимум шесть месяцев то есть если сейчас они будут рассматриваться в течение двух месяцев то это положительные изменения безусловно то что программа сохранилась уже неплохо тем более что для граждан россии большинство иммиграционных схем сейчас вообще не доступны другое дело что изменение со знаком минус тоже достаточно очевидно главное новые требования к размеру доходов которые должен показывать а потом ежегодно подтверждать каждый заявитель если раньше сумма на основного заявителя было 30000 сейчас мы говорим о сумме в 50000 то есть это та сумма которая необходимо подтверждать каждый год для жены или для мужа необходимо добавить дополнительно 15 тысяч и на каждого ребенка еще по 10 тысяч это достаточно большое увеличение суммы подтверждающего дохода и еще добавлено что доход будет подтверждаться только на основании налоговых деклараций еще из неприятного это то что сейчас невозможно включить заявление суб родителей инвестора и супруги инвестора и еще одно это не совсем я бы не сказала что это негативный момент но это то что нужно учитывать то есть сейчас необходимо показать что количество спален в недвижимости соответствует количеству заявителей то есть если раньше например на семью из четырех пяти человек можно теоретически было купить односпальную квартиру сейчас необходимо будет купить как минимум две спальни как это обычно и бывает публикация новых правил не сняла все вопросы осталось много неясного только практика практика ближайших месяцев покажет как новые условия работают и соответственно насколько они приемлемы для участников программы первый вопрос это конечно же каким образом будет проходить процедура подтверждение дохода ежегодного каким образом будет проводиться проверка что человек владеет недвижимостью на этот вопрос пока ответов нет но так как сейчас у нас май первая проверка будет проводиться в конце года поживем как говорится увидим завершая тему кипра о перспективах местного рынка недвижимости около трети всех сделок на острове с начала года совершили иностранцы не из стран ес а им как раз получение пмж и усложнили возможный спад спроса очевиден за первый квартал на кипре увеличились и цены и арендные ставки последние впервые за долгое время существеннее за три месяца апартаменты подорожали на 3,2 процента их съем лишь на 2,6 это оценка компании эскуайр правда в годовом исчислении куда значительнее выросла все-таки аренда но это происходило на фоне высокого спроса будет ли сейчас разворот само по себе сокращение продаж не всегда приводит к снижению цен вспомним хотя бы первые месяцы пандемии тогда покупали ничтожно мало рынком предрекали полный коллапс а цены напротив стали расти но нынче ситуация совсем иная кредиты дорожают расходы растут и спрос будет снижаться думаю в ближайшие месяцы и на кипре это почувствуют но на цену ведь влияют и другие факторы например общая инфляция стройматериалы на острове за год стали дороже на 13 процентов то есть выросла себестоимость строительства наконец вспомню мы обсуждаем все-таки очень маленький рынок на кипре каждый месяц проходят чуть больше 1 тысячи сделок и влияние на общую статистику десятка другого продаж может быть весьма заметным объединяя все эти аргументы я в обвал не верю хотя новостройки могут подешеветь скажем в пределах десяти процентов цены на объекты под пмж тоже не рухнут программа все-таки не отменено а вот на вторичке продавцы что называется зажмутся продавать с большим дисконтом в 20 25 процентов будут только те кому деньги нужны здесь и сейчас а уж сколько эти люди потеряют при этом не потеряют ли вообще это зависит от того когда что и с какой целью они покупали в продолжении недавно исследование о ценах в европе опубликовал международный валютный фонд его эксперты посчитали европейскую недвижимость переоцененный и даже сказали насколько 15 20 процентов то есть они фактически допустили коррекцию в этих пределах правда ее вероятность одинакова не для всех стран из тех где активно покупают иностранцы наибольшие риски в чехии венгрии в португалии германии напротив в литве финляндии италии снижение цен наименее вероятно но общая ситуация на европейских рынках экспертов в все-таки смущает увеличивается разрыв между ценами на жилье и доходами недвижимость для населения становится менее доступный в заключение несколько слов о турции страна в ожидании президентских выборов первый тур которых состоится уже 14 мая по большинству прогнозов победитель сразу выявлен не будет соответственно состоится второй тур но уже в самом конце весны всех естественно беспокоят даже не итоги а первые решения будущего президента турции кто бы он не был потому еще рынок сейчас не слишком активен хотя вот-вот начнется курортный сезон участники рынка с кем не удалось поговорить не считают возможным полные ограничения для иностранцев все-таки не выгоды для экономики в этом случае выглядят слишком серьезными но что точно случится программа гражданство подорожает наши источники утверждают это будет один из первых шагов любого выбранного президента сколько будет стоить паспорт называют цифры в 650 тысяч долларов но чаще 800 тысяч и даже в миллион правда обещают переходный период для тех кто решится на покупку последний момент недвижимость турции мы обсудим на одном из наших ближайших вебинаров также через пару недель поговорим об инвестициях в таиланд все ссылки вы найдете в описании а я на этом прощаюсь на неделю ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем мира и безопасности